Привет, друзья! Сегодня мы будем делать с вами уксус из киви. Но сначала историю. Я когда узнала, в Новой Зеландии делают уксус из киви. То есть у них это самый любимый уксус. Вот как у нас яблочный, у них вот из киви. Наверное, у них киви очень-очень много. Я тогда решила попробовать сделать его. Но чтобы у меня получилось, я его делала через уксусную матку. Вот я поставлю фотографию. То есть я взяла один киви, налила в маленькую баночку, ну и кое-что добавила. И вырастила уксусную матку, то есть на киви. А потом тогда уже взяла киви, взяла воду и стала делать именно такой уксус. Уксус получился чудесным. Такой чудесный, расчудесный. Очень мне понравился и цвет, и вкус. Потом я решила, что можно сделать с яблочным. И когда я смешала яблоки с киви, друзья мои, не делайте так. Если вы хотите дешевле, не делайте так. Никакого бюджетного варианта здесь нет. Или киви, или лучше ничего. Не надо размениваться. Я купила несколько дней назад киви. И я сейчас поставлю видео, то есть какие киви я купила и что я с ними сделала. Вот я купила два сорта киви. Вот один такой приплюснутый и такой подтолговатый. А вот этот киви, он такой длинненький, кругленький. Они сейчас очень плотные. Вот если потрогать, сильно не нажимать, но вот так потрогать пальчиками, то они плотные. И поэтому их нужно положить на дозаривание. Это значит, просто нужно оставить их на столе. Ну, в любом теплом месте. И пусть они два-три дня полежат. До тех пор, пока не появится легкий аромат. И вот они будут чуть-чуть помягче. Значит, они уже дозарились и из них можно готовить. Вот из них я буду готовить шрап с киви и хочу сделать уксус из киви. Я делала, очень вкусный уксус получился. Пробовала, сделала немного. И, конечно, из чистого киви это намного вкуснее. Ну, вот сейчас дозариться будем делать. Прошло несколько дней и они дозарились. Вот я смотрю, то есть вот эти киви, они плотные. И я их пока оставлю. Мы из них сделаем шрап. Я на днях буду снимать шрап, поэтому мне эти киви не понадобятся. А вот эти, вот они стали чуть-чуть мягче. И у них появился тонкий-тонкий аромат киви. Они дозарились. То есть это и есть как раз знак того, что он дозарился. Я взвесила здесь приблизительно 300, ну, 350, чуть побольше. Если я сейчас сниму кожицу, то у меня останется где-то 350 граммов киви. И рецепт тот же самый. На 1 литр воды, ну, где-то 500-800 граммов киви и 100 граммов сахара. Но так как у меня здесь 350, я буду делать на пол-литра. Вот я беру пол-литра воды, тогда 50 граммов сахара и 350 граммов киви. Это основной рецепт. Перед тем, как я сделаю, мне нужно будет разрезать и померить, конечно же, сахаристость. Потому что у меня в списке есть сахаристость, но это просто в списке. А какая здесь сахаристость, мне, конечно, интересно. Так что сейчас я померю его и продолжим. Я померила сахаристость, очень хорошая, 15%. Нам она подойдет, поэтому так мы рассчитываем на 5-процентный уксус. Здесь он будет чуть больше, может быть, около 6%, потому что сахаристость. Чем больше положите киви, тем повысится сахаристость раствора самого. И, соответственно, будет крепче. Я разрезала пополам. И что мне теперь нужно будет сделать? Мне нужно будет ложечкой вот так вот очистить от кожуры. И ложечкой я переложу сейчас все в банку. Вот сейчас я переложу и продолжим. Я почистила все киви, положила их сюда. Теперь нам нужно будет их размять, потому что они... Ну вот все, что могут размяться, вы их разомнете. Если немножечко они не могут, это такие плотноватые. Потому что есть сорта разные, вот я перед этим показала. Есть такие кругленькие, есть продолговатые. Они немного... Ну, разные сорта и испеют по-разному. Вот мы их немного размяли. Все. Теперь высыпаем сюда сахар. И вода. Я уже говорила, сейчас холодно. Поэтому наливайте очень-очень теплую воду. Для того, чтобы брожение началось как можно быстрее. Расстояние осталось. Все нормально. Если бы было больше, тогда я взяла большую банку. Все. Теперь можно будет размешать. Вот. Помешивать нужно будет... Как только начнет бродить, буквально это нужно будет 1-2 дня, она начнет бродить. И тогда шапка поднимется, все. И тогда можно будет помешивать, ну, где-то раз в день или 2 раза в день. И все. Теперь мы берем салфетку, накрываем, подписываем, обязательно подписываем. Какого числа мы ставим его на приготовление. Я поставлю фотографии те банки, которые я делала в прошлом году. Я делала это летом. Летом было солнышко, банка стояла на солнышке. Забродила, ну, почти мгновенно. И очень хорошо бродила. И уксус приготовился намного быстрее, потому что брожение из-за температуры прошло быстрее. Ну, и, соответственно, уксус получился быстрее. Все. Вот теперь мы оставляем. Примерно нужно будет где-то 5-7 дней на брожение. Затем, так как здесь осадок, можно будет перелить и снять с осадка, отжать. Но можно оставить и так, потому что раз сейчас фрукты, они очень мягкие, они расквасятся. Сначала они поднимутся, будут бродить, а потом они опустятся вниз. Так что ничего страшного. Вы можете вообще больше ничего не делать до окончания процесса. Готовится уксус будет приблизительно месяц. И через месяц, друзья, у вас будет прекрасный напиток. Вы можете использовать его на утренние напитки здоровья. Это когда вы берете немного воды, немножко наливаете уксуса киви и оздоравливаетесь и омолаживаетесь. Следующий рецепт с кивией. Я сделаю шрап и еще там один ингредиент у меня будет. Так что эти киви я тоже использую. А это я сейчас поставлю у батареи, там самое теплое место. До новых встреч!